Всем привет, с вами Влад Шима, и сегодня мы с вами в Shadow of Ice 3 отправимся на миссии, на выживание, немножко на дуэли, и посмотрим на спецприёмы, которые я достал для копья, эпический и легендарный. Давайте, наверное, начнём с побочки. Она ведьма. Это, короче, какой-то паренёк на королеву Иоланду сказал, что она ведьма. Вот. Ну, вроде бы она не кляча старая, поэтому не назовёшь, в принципе, её ведьмой. Ведьма, в принципе, из-за своих поступков, но не было выбора, как бы, все дела. Кто помнит всю шестую главу, тут понимает, о чём я. А если ты прохожий и зашёл на это видео по ошибке, значит, ты не знаешь, о чём я говорю. Окей. Бой на очки. Горожанин-радикал. Ну, давай. Неплохо. Ты типа с таким же копьяцом. Красавчик. Блин, вот с непрерывностью по-любому атака наносится. Мне это нравится прям, смотри. Ты видал? Смотри. Годно. Вот с копьём, с этим приёмом прям классно делать вот эти штуки. И непрерывность. Во, видал? Прям по годноте. Подходи. Блин, вот это круто. Но не всегда. Непрерывность даже иногда может промазать, как я вижу. Окей. Ну всё, я всё равно вытащил. Как можно воткнуть в половик копьё и звук металлический? Я не понял немножко. А, ну да. Под ним же пол керамический, наверное. Все дела, конечно. Почему бы нет? Окей. Открывай. Открывай мне рубин. Открывай мне карты. Давай теперь сходим на выживание. Посмотрим, что вообще там есть. Сегодня там теневая энергия. Теневую энергию дают, ты понимаешь? Давайте сходим. Поточим немножко. Я думаю, сейчас с этим, получается, приёмом мы с легендарным сходим, поиграем. Да, кстати, кто-то говорил, что локация не меняется в выживании. По-моему, для каждой главы своя локация на выживание. Это как во втором шэдоу файте. Локация... В каждой провинции своя локация для выживания была, и всё. Успокойся. Да, заканчивай. Ну, успокаивайся. Ой, классно. Блин, ну, мне нравится копьё тем, что... Оно такое классное и необычное. Вот когда не было легендарной версии, мне как бы не хотелось играть с копьём. Когда появилась легендарная версия, мне прямо захотелось точить. Точить и играть. Я помню, когда его впервые в донате ставили, у меня шлюнки текли. То же самое и с саями, вот этими, но... Которые называются легендарными. Как они там? Зубь, зубь я тьмы, или как они там? Когти ночи, как они там называются, я забыл. Окей. Да блин, чувак, почему я через себя этот шип пропустил? Он же тебе как бы предназначался. Подходи. Ну, это не честно. Ладно. Ну, достаточно неплохо играть с копьём. Кстати, когда он втыкает копьё... А, ну, наверное, когда оно падает, металлического звука нет. А когда он втыкает, как бы всё нормально, да? Ну, хорошо. Блин, вот жалко, что убрали металлический звук падения оружия. Как-то не так без него. Чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Нифига ты отлетел сейчас. Это было больно, я знаю. Я понимаю тебя. Хорошо. Ну, кстати, классно. Вот, я, кажется, понимаю, почему выживание основано именно на этой локации. Возможно, эта локация очень сильно связана... Ну, она связана конкретно с сюжетом. Здесь же, типа, склеп Мэй, все дела. И поэтому эта локация здесь чаще всего фигурирует. Вот, поэтому... Отлично. Поэтому, как бы, эту локацию для выживания и сделали. Для сюрвайва. Окей. Да, чувак, ну ты заканчивай, ну. Вот эта вот атака дальняя, она прям офигенная. Когда она разворачивается и просто на всю длину начинает бить чуваков. Вот в этом копье прям незаменимо, я считаю. Раунд пятый. Соленая Сью. Ну, давай, соленая Сью. Блин, неплохо она бьет, слушай, я тебе скажу. Окей. Ой, это до свидания. Это красиво и это до свидания. Кстати, у нее легендарные топоры, да? Интересно, интересно. Легендарный двуручник, легендарные топоры. Блин, это круто, это круто. Тоже хочется их уже поскорее замутить. Так, окей. Офицер Шуай. Давай, Шуай. Ну, успокойся ты. Давай я тебя победю, а потом мы с тобой пойдем погуляем. Я тебе куплю со сладкой ватой, там, не знаю. Окей. Получай. За то, что нападал, не куплю тебе сладкую вату. Ну, куплю тебе, не знаю, ну... Ну, куплю тебе шоколадку с орешками, вот. Тебе достаточно будет. Хотя нет, по-моему, я больше по бабкам попаду, если куплю тебе шоколадку с орешками. Поэтому иди ты нафиг. Так, окей. Выживание. Да, кстати, кто-то говорил, что, типа, вот, почему мне дают больше ресурсов, чем надо в выживании. Могу это объяснить. Вот, смотрите. Здесь, вот, на первой ячейке у меня было 50 теневой энергии. Это энергия, которую я в любом случае получу. Вот. И я ее получил. Но после этого боя мне дали 110 энергии. Это значит, что от общей награды еще 60 мне начислили. Поэтому я открыл 110. То есть, общая награда, это, скажем так, емкость. Вот, емкость, в которой находится 600 теневой энергии. От этой емкости вам начисляют к единоразовой награде. То есть, вот, допустим, в следующем раунде я должен получить 100 теневой энергии. И сколько-то из этой емкости. И это все прибавляется. И тогда выходит, что вы получаете больше. Это не баг, это фича. Это как бы норм. Кто считает это багом просто. Ну, это неправильно немножко. Также и с ключами и с голдой, если что. Пронзание. Ну, давай посмотрим на пронзание. Я думаю, нам нужно пойти на выживание и кого-то пронзить как следует. Поехали. Ну, кстати, с пронзанием я вот поиграл. Я зашел к Иту. Туда в тренировку. И как-то я странно себя почувствовал с этим приемом. Не знаю. Кента. Окей. Сейчас посмотрим, что он имеет. Ну, знаете. По-моему, я чувствую с пронзанием себя очень комфортно и уютно. Окей. Да, достаточно неплохо. В принципе, мне нравится легендарный прием для копья. Он неплохой. Ну, эпически мне вот, допустим, очень сильно затащил. Помог затащить в боях на очки. С непрерывностью. Не знаю, влияет ли это все или нет, но это было круто. Воу. Яйду Катана это все. Это сразу выписка нафиг. Отлично. Серебряный рукав. Так, хорошо. До свидания. Вот почему Яйду Катана падает... Ну, ладно. Давайте вот спишем на то, что на футляре просто. В ножне. Вот и все. Ну, серьезно. Раньше металлическое оружие падало и был звук металла. Сейчас, блин, легендарные дирхорны. Вы посмотрите на это. Они великолепны. Отходи ко мне. Отлично. Да, как я начинаю разворот, он сразу начинает эту фигню свою мутить. Окей. Прощай. Хотя, что прощаем? Мы с тобой встретимся еще потом, в следующем выживании. Что я с тобой прощаюсь? Зачем вообще? Это же бессмысленно. Окей. Мистер. Рибая Юби. Давай попробуем с тобой. На нафиг. Вот это было... Кстати, почему она мне так с такого растения... Нанесла дамаг, я не понял. А че это она так сильно наносит мне дамаг с нунчак, я не пойму. А че, так можно, да, с такого расстояния дамаг нанести? Ну ладно. Че-то немного сейчас нунчак прифигел. Почему она мне так достала с такого расстояния? Может, я что-то забыл и не увидел? Ну ладно. Ну, по-моему, так нунчаки не бьют. Ну, в любом случае, видимо, заслуженный огарек. Ладно. Магма. Отлично. Очень классный сет, кстати, магма. Я как-то делал серию для этого сета. Мы играли. Было хорошо, было классно. Было жарко. Ты че делаешь? Ты давай... Вот, вот так, да. Вот камы металлические, нормальное оружие. Упали и звук дерева. Зачем? Нэгги, почему вы убрали звук металла? Это же было классно. Это же было реалистично, все дела. Офицер Шуай, тебе снова надо купить ваты сладкой, что ли? Подожди. Тебе мало шоколадки, девочка? Ты че? На свиданку я не пойду с тобой. Извиняй. Я не столько выпил. Да что ты делаешь? Алло. Отлично. Да блин, ну вообще, смотри, че делает. Не, ну ты посмотри. Ну дай хоть ударю. Да беспредел какой-то. Ну какая тут красота боя, если мне не дают играть? Блин, вообще. Вот использую разные типы атак. Так, ну как если не получается это сделать из-за вот этих постоянных ударов? Она же постоянный контур атакует и она попадает в тебя. Вот. Смотрите, мне дали 100 энергии и 70 из запаса. Кто, 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 кто? Вот. Видите? Поэтому это не баг, это фыча, 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 фыча. Поэтому это даже хорошо. Вот смотрите, вы получаете отсюда всю теневуху и здесь еще 600. И в сумме мы получаем, получается, сколько? 50 и 100. 150, 300, 500, 800. Подожди. 300, 500, 800, 1050. 1650 теневой мы в общем имеем. В среднем, да, получается? Но это классно же. Наверное. Возможно, это классно. Окей. Противник регенерирует. Ужасное слово регенерирует. Столько много R. Так, окей. Мстительный солдат. Ну давай попробуем. Не, все-таки вот легендарный прям мне нравится. Он интересный. Отлично, получил по щам. Так, до свидания. Блин, ну копье, конечно, хорошая вещь, я тебе скажу. Поначалу, когда ты начинаешь играть в Shadow Fight, копье как будто и не очень. А вот потом оно становится неплохим. Кстати, я вот помню болотника, у которого было копье. Ребята, это незабываемо. Я вот его вспомнил. Почему-то я вспоминаю болотника, когда играю с копьем. Потому что его копье, как вы помните, оно наносило... Знаете, какой оно урон наносило? Вот у тебя есть 100% жизни, да? Иногда так получалось, что он наносил 150%. И как бы... Все. Понимаете? Там без топки водки не обойдется вообще. При том, что я не пью, я как бы из-за такого мог напиться. Окей. Верхний удар, открою сундук дуэли. Давай, ладно, с дуэлью оставим. Давай вот это заменим. Вдруг что-то классное. Ну вот, пожалуй... Ой-ой-ой, 10 дуэлей. Это что, мне сегодня получается еще и 10 дуэлей тут потом... Играть потом не на записи. Давайте еще две дуэльки затащим. Посмотрим, как я вообще справлюсь с копьецом. С легендарным приемом сходим и с таким. О, да. Вот эта локация мне нравится. Я уже музыку, знаете, просто вот наизусть. Наизусть под локацией все помню. Да все, наверное, помнят. Все истинные фаны шефа, которые играют не без музыки, а с музыкой. Они все понимают. Мэтт 94. Окей. Как так вообще? Я немного концентрируюсь, поэтому говорю, мало тут. У него просто... Он очень серьезный противник. Кстати, я так и не посмотрел, сколько у него тут силы сейчас. Как-то не обратил внимания, сильный он или нет. Окей. Хорошо. А, нет, ну он мне сильный урон так не наносит. У него, наверное, нога сильно мне нанесет и какая-нибудь теневушка. А, нет, нормально он мне наносит. Просто не было случая. Я понял. Кусарегама сейчас нормально зашла. Скосила просто, не знаю, процентов 30 мне сейчас. Как вообще нефиг. Так, окей. Блин, опять легенду апать. Это же ужасно. Это же ужасно долго. Мне так надоело легенды апать, вы не представляете. Это же капец. Помните легенду за 3000? Самая легкая и хорошая легенда. Хотя нет, там сложно было. Там мутузили только так. Я помню, как я матерился. Я помню это. Я помню эти времена. Времена раскола мозга. Сережа. Сереженька. 3,5... 13,500 у него, смотри. Ну, давай попробуем, Сережа. Сейчас, с чем ты там будешь? С каким оружием? А, с Кусей. Ну, хорошо. Хорошо. Видите, ребята, не сильно. Ё-моё! Сережа! Ты это видел просто. Видела, видел. Сереженька. Ёперный театр. Ты видел? Боже. Это, это, это надо видеть было. Это все видели, я думаю. Не... Во-первых, Сережа предпочитает не новогодний сет плохого Акады, а просто костюм обычного Акады. А потом уже новогодние предметы. Нифига криты у Сергея, вы видели. Нифига себе. Очень опасный чел, очень. Подходи. Не, ну... Я думаю, ему сейчас очень случайно повезло, потому что так не бывает просто. Подходи. Зайди туда. Окей. Нет, вот этот криток, который он мне нанес изначально, это вообще, это неожиданно как-то для меня было. Это куда же? В голову, получается, да, был удар? Шлем не сильно прокачан, вот этот. Офигеть. Хорошо. Я. Женский персонаж у Сережи. Ходи по этим улочкам осторожно, Сережа. Здесь очень много извращенцев. До свидания. Но я не из таких, правда? Окей. Не, ну это было жестко. Ты видел просто... Я думал, все, это конец. Это уже дальше некуда, понимаете? Но нет, все нормально было. Офигеть, вот это крит был. Это же крит был, да? Тот удар. Не, серьезно, я же потерялся. Я думал, все, раунд, бой, в принципе, проигран уже будет. Да, жесть. Давай, не знаю, еще раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, надо проиграть под конец, как бы, ладно. Это... Посмотрите на эту стату. Ну, это все, это дальше некуда просто. О-о-о, боже, капец. Ну, давай выживать. Я фиг знает. Ах ты. Хотя. Да ладно, не достал. Ну да, он же оттолкнулся. Так, хорошо. Ну, я понял тебя. Сейчас теневуха будет, будет опасно. Да, ну тебя, подожди, успокойся. Да. Хорошо. Окей, блин. Он себе жизнь подбавил, что ли, или что? Я же закошлялся, нифига себе. Так, отлично, минус минка. Так, успокойся, успокойся. Ты не иди на минку, пожалуйста. Хорошо. Да ну нафиг. Давай, подходи сюда. Блин, какой жесткий. Офигеть. Да ладно. Да ну тебя, подожди. Тут 19 секунд, чувак, извини. Блин, напряжно, напряжно. Я... Не столько мне страшно с ним драться, сколько я понимаю, что он может мне сейчас что-нибудь такое необычное сделать. И это необычное, нанесет мне фулл дамаг. Вот это вот самое страшное, что может вообще быть. Отлично. Теневуху я тебе солью, пожалуй. Окей, я не дам тебе ее юзать. Так, окей. Нихера себе. Подходи ко мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты на мои тоже встань там, пожалуйста. Да, блин, вот. Вот об этом я говорил. Дебилизм, дебилизм просто. Надо вытащить. Надо вытащить, это жесть. Вот у него нога хорошо, он мне в череп попадает и все. Надо защищать голову от ударов. Тенерес по голове. По голове нога и мне конец. Так, окей. Да, чувак, ну ты схватит. Ну что это такое? Одни и те же удары. Ты что? Я же учусь. Что ты делаешь одни и те же удары. Я же учусь. Противник учится. Забыл, что ли, чувак? Я же учусь на ошибках. Подходи ко мне. Да, блин. Она его отталкивает. Я всегда хочу, чтобы вот так получилось красиво у меня. Так. Получай. Ну ладно, давай ногами. Окей. Попытка не засчитана была. Так. Да ладно. Да ладно, чел! Ты что, гонишь? Ну все, это жесть. Да нахера ты встал-то на эту мину? Объясни мне. Пожалуйста. Окей. Да нет, нет, нет. Не сделай, не делай. Подходи. Да, бляха-муха. Это все. Это, это, это жесть. Ах, 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 я проиграл. Я проиграл. Я проиграл, ребята. Все, я просрал. Ладно. Дуэли дуэлями. Что-то я конкретно пронубился. Но ничего не сделаешь. Голова была не сильно защищена. Поэтому как бы нормально. Не, я себя не оправдываю. Я просрал, да. Это, это... Принять то, что я проиграл в третьем бою, это... Это правильно. Это правильно. Иногда надо просрать. Чтобы потом вонзить полностью вот эту вот штуку кому-нибудь в сраку. Все, с вами был Влашима. Всем спасибо и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова